Я не полем, не лесом хожу, я иду по аптеке, не спеша разбираюсь в ее травяной картотеке. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы поговорим о зверобое. Зверобой. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 сантиметров до 1 метра. Корни, как и стебли, тонкие, ветвистые. Листья сидячие, гладкие. Цветки золотисто-желтые. Семена мелкие, продолговатые, темно-коричневые. Распространен почти по всей России, кроме северных районов. Растет на суглинистых почвах, в лесах, на вырубках, по сухим лугам и вдоль дорог. Ядовит. Хронический гепатит, холецистит, язвенная болезнь, болезни суставов, артриты, остеохондроз. Все это лечит зверобой. Зверобой. Зверобой широко распространенные лекарственные растения. Очень известные во всей Европе и среди народов Востока. Пользуются большим авторитетом как в Восточной, так и в европейской медицине. Поэтому зверобой разводят, не только собирают в диком виде, но его разводят и культивируют в садах. Даже лекарственные растения в совхозах раньше разводили зверобой как многолетнее лекарственное растение. В данном случае у нас зверобой растет на грядке. Между прочим, он очень прихотлив. Я посадила его в нескольких местах, и не в каждом месте, не на каждой грядке он растет. Поэтому надо оставлять зверобой там, где ему удобно, где он любит расти, где он прижился. В данном случае он у нас растет рядом с тысячелистником и рядом грядка гороха. Здесь достаточно сухая почва, хорошо проветрена, солнечная. У зверобоя мы собираем цветущие верхушки и листья, вот веточки высотой 10-12 сантиметров. Вот такие отсветшие ветви. Часто на рынке продают бабушке пучки зверобоя с отсветшими цветами. Здесь уже семена. Здесь такие не годятся для лекарственных целей. Мы их не собираем, оставляем на семена. Зверобой, можно собрать урожай его, с одних кустиков раза два-три за лето. Вот в данном случае это уже третий урожай, он цветет по третьему разу. И мы собираем цветущие верхушки вместе с листочками. У зверобоя используются только листья и цветы. И очень многолетние такое растение, очень благодарное в плане развеяния и в плане роста. Потому что вот эти цветшие бутончики, мы можем их сорвать и посеять рядом семена. И через год мы получим молодые растения зверобоя. Мы зверобой заготовили и отправляем его на сушку. Собирать надо в сухую солнечную погоду лучше в первой половине дня до 16 часов. Ножницами срезаем цветущие верхушки длиной 10-12 сантиметров вместе с листьями. Итак, мы собрали зверобой и приступаем к его разделке и заготовке, прок. Зверобой очень популярное растение в народной медицине, широко известное. Зверобой в течение периода цветения собираются веточки 10-12 сантиметров во время цветения. Когда отцвело растение, тогда уже собирать не надо. Можно собрать только листья. А наиболее полезный сбор во время цветения, потому что цветущие растения мы можем мелко изрезать и сделать зверобойное масло. Это очень важно. А так, листочки, конечно, идут и стебли для сушки впрок, и мы из них делаем чаи. Зверобой широко используется в медицине народной при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Он является хорошим кровоостанавливающим средством. Зарубцовывает язву. Используется при хронических гепатитах, при холецистите, при панкреатите. Используется при кожных заболеваниях, экземах, сыпях. Пьют чай и зверобой в сочетании с другими травами. Итак, мы порезали зверобой. Расстилаем его на газетку и отправляем сушиться в темное проветриваемое помещение. Разравниваем, чтобы он был у нас тонким слоем. Листочки у него нежные и тонкие, сохнет он быстро. Поэтому, если хорошая теплая погода, то он высохнет за 3-4 дня. Собираем полотненные мешочки и оставляем впрок. Зверобой соответствует знаку зодиака лев. Это такое солнечное растение, очень сильное. И вот такое соответствует такому сильному знаку, как лев. Можно использовать его отдельно, растение, как чай, зверобой. Но надо помнить, что чай и зверобоя длительно применять нельзя, потому что зверобой повышает давление. И длительное применение зверобоя также снижает потенцию. И длительное применение зверобоя угнетает функцию поджелудочной железы. Поэтому зверобой надо применять и старую. Измельчать траву надо с помощью ножа до размера обычных чаинок. Нарезанную траву ровным тонким слоем разложить на газете. Сушить без доступа солнца в проветриваемом помещении 4-5 дней. Высаженную траву хранить в мешочках из полотна. Итак, мы собрали зверобой, порезали его и отправили сушиться. Но если нам требуется срочное лекарство при гипотонии, приступ низкого давления, или боли в желудке и боли в печени, что бывает при язвенной болезни и гепатите, мы можем приготовить лекарство из свежей травы. Для этого берем свежую траву зверобоя, режем ее цветы и листья и завариваем крутым кипятком из расчета 1 столовая ложка на стакан крутого кипятка свежей травы. Потому что зверобой считается ядовитым растением. И с этого расчета мы берем 1 столовую ложку. Засыпаем ее в емкость. Берем стакан, чайник у нас скипел. И заливаем наш зверобой. Оставляем настаиваться 20 минут. За это время я вам скажу о других болезненных и целебных свойствах зверобоя. Зверобой очень широко используется в народной медицине и пользуется большой популярностью среди населения. Зверобой используется при язвенной болезни, при спастических колитах, поскольку он обладает противовоспалительным, спазмолитическим и болеутоляющим действием. Зверобой используется при гипотонии. Когда низкое давление и нам нужно поднять тонус, мы делаем настой зверобоя и пьем. Это тонизирует и поднимает давление. Кроме водных настоев, зверобой используют также зверобойное масло. На растительном масле берут и настаивают верхушки, цветущие верхушки зверобоя. Используется такое масло при заболеваниях суставов, при остеохондрозе. Зверобойное масло не только снимает боль, воспаление, но он способствует восстановлению межсуставной жидкости, что очень важно при артрозах и артритах. Зверобойное масло хорошо использовать в дерматологической практике при труднозаживающих ранах. Чайную ложку зверобойного масла можно принимать внутрь при язвенной болезни. При трофических язвах повязки зверобойного масла способствуют быстрому заживлению язвы. Так, настой у нас готов. Мы сейчас его процедим. Берем стакан, ситечко. И процежем наш настой. И вот готов настой. Принимать его по одной четверти стакана в теплом виде три раза в день до еды. Такой настой снимет боли, если есть боли в желудке. Такой настой поднимет тонус, повысит давление. Для приготовления лекарства можно использовать и свежую траву. Соотношение – одна столовая ложка на стакан кипятка. Заваривать, как обычный, чай в течение 20 минут. Затем настой процедить через сито, после чего он готов к употреблению. Пьем по одной четверти стакана три раза в день, как средство от гепатита. Кроме медицины, зверобой используют в ликероводочном производстве для изготовления настоя. Употребляют зверобой и как приправу для рыбных блюд и продуктов. Зверобой – очень распространенное, очень известное растение. Оно используется и как декоративное, но при этом оно обладает многими лечебными свойствами. Помните, у вас под ногами ваша личная аптека. Не ленитесь использовать ее во благо себе. С вами была Вера Хрусталева. До свидания, до новых встреч. Увидимся на телеканале «Загородный». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok